В Полтаве сегодня начинается антикоррупционный форум. Главный спикер на нем глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Сейчас начало форума ждет и наша съемочная группа. Сергей, расскажите, какая обстановка? Много ли уже пришло людей? Добрый день студия, добрый день Одесса. После непродолжительного перерыва продолжает движение по Украине антикоррупционная инициатива Михаила Саакашвили. И вот сегодня мы в Полтаве. Сегодня здесь пройдет очередной антикоррупционный форум. Как и на предыдущих подобных мероприятиях в предыдущих городах, довольно большое количество людей пришло, чтобы послушать реформатора. И у большинства у них есть такие вопросы. Какие альтернативы предлагают нам политики новой формации? Более подробно нам сможет рассказать об этом и о суте самого мероприятия представитель команды реформаторов Михаила Саакашвили из Одессы Роман Григорийшин. Роман, вам слово. Здравствуйте. Ну, перейду на украинскую. Сегодня мы, правда, в Полтаве. Как видите, полный зал. Это радует, потому что зал на 1200 людей. И, если подсумевать предыдущий этап туру руху за очищение, то подчас девяти месяцев у нас всегда были забиты полностью залы. Что касается суток захода, конкретно в Полтаве, то Полтава рухается в рамках загальноукраинской тенденции. То есть, первая часть захода – это выступы лидеров руха за очищение. Сегодня перед полтавчанами выступит, безусловно, губернатор Одесской области, президент Грузии Михаил Саакашвили. Также будет Сергей Лещенко, известный журналіст, теперь народный депутат. Будет Виктор Чумак, народный депутат. И лидер Демальянсу Василий Гацько. Роман, извините, я вас перебью. Довольно большое количество людей, которые пришли молодого возраста, это наши с вами ровесники. Скажите, вот чем объясняется такая тенденция, такой повышенный интерес молодежи к Михаилу Саакашвили, к его новому движению? Ну, первое, та часть молодежи активной, которая осталась на Украине, которая не использовалась возможностью выехать за кордон, где можно безусловно заработать на много больше финансовых ресурсов. Это та часть молодежи, которая планирует свое будущее с этой страной, планирует тут родить детей, когда ждать тут внуков. Поэтому, если это активные люди, то им не байдужа доля нашей страны. И поэтому, конечно, эта часть суспільства очень активно шукает какую-то силу, какую-то частину чесных политиков, которые, правда, могут взять и переломать хребет коррупции, хребет бюрократии, хребет этой системы, которая, ну, фактически указывает нас в нашу страну донизу. Поэтому я сам я представником такого активного части молодежи в Украине, я неодноразово маю возможность выехать за кордон, но я повязываю свое мое будущее с державой. Я думаю, что так само наши с вами ровесники, они так само хочут, они бачат в цей силе, в Русі за очищение, в тих лидерах, которые представляют, которые очолюют рух, они бачат саме тих людей, які можуть дійсно повернути зміст слова реформи в нашій державі. Тому що ви розумієте, що... Спасибо большое, Роман. Буквально через пару секунд форум уже стартує, на сцене выступит Михаїл Саакашвили. Это будет не последнее мероприятие. Буквально через несколько дней форум пройдет в Краматорске, в Северодонецке и в Запорожье. Мы продолжаем держать вас в курсе событий. Студия. Спасибо большое, Сергей. Напомню, это был наш корреспондент Сергей Бандур. Они общались с представителем команды реформаторов Михаила Саакашвили Романом Григоришиным. Сейчас они находятся в Полтаве. Там ожидают начала антикоррупционного форума, на котором выступит и глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Продолжение следует...